Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. Ложная тревога. Учеников и воспитанников детсадов Махачкалы и Каспийска пришлось эвакуировать из-за угрозы теракта. Легенды советского футбола в Дагестане. О товарищеском матче сборной ветеранов СССР и России с известными дагестанскими игроками прошлых лет расскажем в выпуске. Благотворительный хадж от Сулеймана Керимова. О том, кто сможет посетить святые места бесплатно и что для этого нужно. Все разъяснения дал оргкомитет при Муфтиате Дагестана. Эвакуация детей из садиков и школ Махачкалы и Каспийска из-за угрозы терактов. В 10 утра на почтовые ящики образовательных учреждений были направлены сообщения о планирующихся взрывах. Информация оперативно была передана в МВД. Полиция оцепила все школы и дошкольные учреждения. На место оперативно прибыли кинологи. Все четыре урока провели как положено. Вроде все было нормально. Потом просто сообщили, вот полицейские пришли и сказали, что выходим. Какое-то сообщение поступило по всем школам. Как-то так. И нам даже ничего не дали взять. Мы все шли, дети отпустили. А во сколько это произошло? Это вот после четвертого урока, где в 11 часов. Где-то 11-5 минут. Как-то так. Вот в этом диапазоне. В данный момент собачками все обследуют, проверяют. Мы здесь стоим. На всякий случай, если все будет благополучно, вторую смену нужно провести. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении 300 тысяч рублей с банковской карты махачкалинца. Им оказался 40-летний житель селения Агачаулка Рабдахкенского района. В отделе полиции мужчина в садейном сознался и сообщил, что подошел к платежному терминалу и увидел, что предыдущая операция не завершена, после чего снял со счета крупную сумму. Похищенные деньги возвращены законному владельцу. Жизнь, подойдя к банкомату, увидел, что в развозе банкомата никого нету и там было открыто окошко. Жизнь, на экране было написано «снять и внести наличные». Мне интересно стало, что это. Я нажал, здесь снять смартфон, пишет мне «внести сумму». Мне из интереса стало, что она дальше сделает. Там ни карты нету, ни человека нету. Я нажал, здесь так просто набрал сумму. И она уже начала считать, мне выдавать сумму. Открылось это окошко, смотрю, там деньги, короче. Ну и мне же это не оставлять, я в тот момент думал, по-любому, как найдется кто-то по камерам, как-то позвонит, принесу. Взял эти деньги, поставил в карман и уехал. Ну где-то минут 40-50, наверное, прошло после этого случая. И мне звонят и говорят, вот так, вот так, ну вот так ты имеешь к этому отношение, вот так, вот так, 300 тысяч с банкоматом по такому адресу. Я сказал, да, уже они у меня. И мне сказали, привези их, короче. Я сам приехал и вот отдал деньги и оказался здесь. В Махачкале подвели итоги республиканского этапа школьной футбольной лиги. Игры финальной части проходили на полях спортшколы Минобранауки. Победителей наградили глава Дагестана Сергей Меликов, а также ветераны российского и дагестанского футбола, сыгравшие между собой товарищеский матч. Тему продолжит Курбан Рагимов. Если голы, они уже забивают на любой вкус, то умение и опыт придут к этим футболистам только с годами. А пока юные и мечтающие о больших победах, они выясняют отношения в школьной лиге. В самой младшей возрастной группе лучшими стали пятиклассники из Дербента. В финале они оказались сильнее сверстников из Цунтинского района. Мне Карим Бензиман нравится из футболистов. Я хочу таким же, как он стал. Команда была, конечно, хорошая. До финала как-то дошла, но победили, да. С каким счетом? 9-1. Кубки, медали и другие призы. Но еще большим подарком для всех участников стал приезд легендарных советских и российских футболистов. Ветераны спорта Ринат Досаев, Александр Панов, Владимир Бесчастных и другие вышли на поле и провели показательный матч с местной сборной. Встреча завершилась дружно ничей. 5-5. Я думаю, дагестанский футбол развивается. Почему? Видно здесь, что большое внимание уделяет и детям. То, что дети занимаются футболом. Их здесь много. Так что я считаю, что из каких-то там ребят, в общем-то, вы хороший футболист. Но что касается Дагестана, конечно, я не первый раз здесь. Я много раз здесь бывал. Мне очень здесь нравится. Душа ваша гостеприимная. И общение. Много друзей здесь. Уверен, что они перед этим турниром не все хорошо спали. Волновались. Я сам помню, когда маленьким был. Такие турниры – это одно из самых важных вещей для ребенка. А как футбол поразвивать? Все представители команд. Если дети в футбол не играют, футбол не будет. Проигравшие представители команд тоже подойти. Возрождение традиции дагестанского футбола сегодня в приоритете развития спорта в республике, подчеркнул глава региона Сергей Меликов. По его словам, приезд именитых футболистов придаст этому дополнительный импульс. Считаю, что это не предел. Наверное, и на следующий год мы будем эту традицию продолжать. Но количество участников школьной лиги мы обязательно будем увеличивать. Потому что именно из этой школьной лиги потом проявляются такие талантливые и великие мастера футбола, которые сегодня продемонстрировали нам свой класс. Популярность футбола заложена в самом характере этой игры, которая сочетает огромное количество качеств, присущих дагестанцам. Это и сила, и напористость, и в то же время легкость. Всего участниками футбольной лиги стали 150 тысяч дагестанских школьников. Масштабный проект охватил все муниципалитеты республики и зажег новые таланты. Так победителями в своих возрастных группах стали команды из селения Карата Ахвахского района, а также из 12-й школы Каспийска и 13-й гимназии Махачкалы. Основная задача объединить людей вокруг футбола, и чтобы массово футбол поднять до дистанции. У нас хорошие две команды были, да, футбольный клуб «Анжи» и «Махачкалинская Динамо». Мы были и традиции хотели бы восстановить. А для того, чтобы восстановить хороший футбол, надо строить нормальную пирамиду. Пирамида должна быть, в моем видении, пирамида должна быть построена сверху вниз. Премьер-лига, первая лига, вторая лига и чемпионат Республики Дагестан. Среди взрослых, студентов и детей. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Каспийске прошел парад у Дома ветеранов Великой Отечественной войны. Муса Багауддинов и Галина Пономарева. Совсем взрослые, и чтобы не утруждать их лишними хлопотами, концерт провели у них во дворе. Для участников боевых действий оркестр исполнил песни военных лет. А парадным строем прошли военнослужащие Каспийской флотилии и воспитанники Кадетской морской школы-интерната. Парады у Дома ветеранов акция всероссийская. В Дагестане они уже были проведены в Махачкале и Кизляре. До 9 мая также порадуют ветеранов в Буйнакске и Хазавюрте. Адресные мероприятия по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны стартовали и в Махачкале. Здравствуйте! Герой Алиханыч. День Победы Как он был от нас далек, как в костре подукшим таял уголек. Накануне праздничный концерт прошел у 99-летнего ветерана Алиханыча Арабова, куда от имени всех горожан поздравить героя и пожелать долгих лет жизни прибыли сотрудники администрации города. Арабов родился в 1923 году в селе Чадакулоп для Аратинского района, но проживал в Грузинской ССР, откуда его в 18-летнем возрасте и призвали в армию. В 1995 году семья Арабовых переехала из Грузии в Махачкалу. Сегодня мы начали нашу добрую традицию, инициированную главой города Дадаевым Салманом Кадьяевичем. Адресные поздравления и посещения наших уважаемых и любимых ветеранов в преддверии главного праздника для нашей страны – Дня Победы, 9 мая. Для меня огромная честь сегодня здесь передавать вам самые теплые, искренние поздравления от Салмана Кадьяевича Дадаева. Дорогие друзья, я хочу искренне от всей души поздравить вас с наступающим праздником, с Днем Победы. Пока с нами рядом такие герои, как Олег Ханыч, благодаря которым вот здесь мы с вами вместе, под этим мирным, солнечным, чистым небом, обязательно все будет хорошо. Ветерана Ахмед Наби Алиевича Апашева сотрудники городской администрации навестили дома. Огромная честь сегодня здесь поздравить вас с наступающим праздником. Рассаживайтесь под способности. Ахмед Набиевич, если вы позволите, от Салмана Кадьяевича поздравления. Будучи юношей, втайне от родителей Ахмед Наби ушел на фронт, награжден медалями за боевые заслуги, а также за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Капитан построил нас, посмотрел так, изучающий, и спрашивает, кто был до этого на фронте, поднять руку. Я даже оглянулся, я знал, никто не был, никто не поднял. Он даже расстроился, помолчал, руки за спиной походил, и мастер погромче учит нас, как вести себя. Мы думали, мы все знаем, оказывается, нет. Там надо было учиться, и поучили. В благотворительный хадж от Сулеймана Керимова смогут поехать и дагестанцы, которые ни разу не были на святых землях и не имеют для этого финансовых возможностей. Возраст паломника должен составлять от 30 до 65 лет. И, наверное, самое главное условие – наличие загранпаспорта, нового образца, срок годности которого истекает не раньше 8 месяцев. Подать заявку и заполнить анкету можно будет в мечети вашего населенного пункта, обратившись к имаму. Завтра, 6 мая, имамы в мечетях будут объявлять о возможности принять участие тем людям, которые соответствуют критериям отбора на благотворительный хадж. И в течение следующей недели будут проводиться жеребьевки на местах. И хотелось бы отметить, победители этих жеребьевок могут сдать документы до 15 мая. Может возник вопрос, почему такое ограничение по времени? Так как первые вылеты будут 15 июня, и нужно время для обработки документов. А это условия принимающей стороны государства Саудовской Аравии. Хотелось бы, чтобы к этому подошли с пониманием. Всего на святые земли Мекки и Медина от Сулеймана Керимова отправятся тысячи дагестанцев. Организацией и отправкой паломников занимаются представители муфтиата Дагестана в лице компетентных специалистов и ученых. Все подробности благотворительного хаджа также можно будет уточнить у имама местной мечети и сотрудника администрации данного населенного пункта. В Дагестанском институте развития и образования состоялось заседание региональной общественной организации «Учитель года». На ней чествовали победителя и призеров республиканского конкурса «Учитель года». В рамках мероприятия прошла официальная передача символа конкурса «Хрустального пеликана» Олеси Петровой, новой обладательницы почетного звания. Поздравить лауреатов прибыл замминистра образования и науки Магомед Абидов. Сегодня тоже своего рода такое традиционное мероприятие. Продолжение этого конкурса принимают в клуб «Учитель года» Дагестана победителя и призеров текущего года. То есть есть определенные традиции, знакомство с новыми призерами. Проводим практически ежегодно по итогам прощающего конкурса «Учитель года». В этом году уже ее проводили 33-й раз. Особенность конкурса текущего года является то, что проводилось в рамках года образования республики. Еще одной из важных традиций клуба является посадка именных деревьев на аллее «Учителей года». Идея появилась в 2017 году. И по сей день аллею пополняют новые деревья. Сегодня здесь появилось еще несколько фамилий. Я думаю, да, очень бы хотелось бы, я смотрю, у коллег уже большие деревья, они такие выросли, я думаю, тоже мое вырастет, то есть такой хороший след останется. Это символ, и символ, наверное, жизни, продолжения себя в чем-то. И вот я думаю, да, для меня это значимо, скажу так. Впервые в Дагестане открылась масштабная выставка известных художников со всего Северного Кавказа. Увидеть работы можно в культурно-выставочном центре Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Подробности узнавала Малика Курбанова. Ей слово. Более 50 работ, живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства представлено на выставке «Художники Северного Кавказа». Это произведение современных мастеров изобразительного искусства из собрания Северокавказского филиала Государственного музея Востока в Майкопе. Организаторы проекта таким образом знакомят зрителей с многонациональным искусством регионов СКФО. Вообще, это хорошая очень история для того, чтобы наш Кавказ сплачивался. Если мы друг друга не знаем, то это, наверное, минус, это ослабляет наши возможности. Хорошие очень уровни работы, разные стили, разные направления. За каждым именем стоит очень большая история, ее надо знать. Я надеюсь, что мы в течение выставки организуем такую небольшую серию публикаций, небольших, об этих авторах, чтобы лучше и больше знать. Тем более, что у многих из них есть в творческой биографии Дагестан. Они со многими дружили, со многими приезжали сюда в советские годы. Дагестан и Адыгеми объединяют культурные связи. Выставка приехала в Махачкалу в рамках национального проекта «Культура», и это не первая совместная работа двух музеев. Недавно в Майкопе открылась «Дагестанская Мадонна. Пространство и традиции». В центре внимания – тема «Женщины-горянки». Вам еще раз огромное спасибо за то, что в рамках национального проекта организовали такую выставку в нашем музее. Хочу добавить, что сегодня они выезжают и в рамках национального проекта с нашим проектом. На нашей выставке будет экспонироваться в Майкопе. Поэтому эту совместную работу будем продолжать и будем дружить, будем познавать. Художники рассказывают о своем народе через картины. В них можно прочесть историю Северного Кавказа. Как отмечают искусствоведы, появление профессионального изобразительного искусства на Северном Кавказе приходится на 20-е годы прошлого века. Более 100 лет оно лишь набирало силу, закладывая основы для комплексного и равномерного развития. Данный проект современных художников Северного Кавказа мы показываем по всему Северного Кавказскому округу. Это уже седьмая выставка по счету. Это Дагестан. Дагестан тоже богат художниками. Мы не могли не отразить и не привести и их работы, которые были подарены. Здесь мы представляем шесть представителей художников Дагестана. Несмотря на уникальность каждого региона, они во многом схожи. И экспозиция художники Северного Кавказа это еще раз подчеркивает. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ Махачкала. На сегодня все. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok